МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из послания главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету Республики. Считаю, что в 2015 году свой профиль здоровья должен быть у каждого муниципалитета и даже у каждой семьи. Профиль здоровья – понятие всеобъемлющее. Медики классифицируют этот термин так – это качественное и количественное описание показателей здоровья жителей и различных немедицинских факторов, влияющих на здоровье человека. Условия жизни и труда, производственная среда, питание, состояние окружающей среды и среды обитания, жилищные условия, общественное здравоохранение, обеспеченность занятости, образ жизни. Разработкой профиля сейчас занимается в каждом муниципалитете. Свои усилия в этом вопросе объединяют местные власти, медицинские работники, экологи, рядовые жители городов и районов, заботящиеся о собственном здоровье. Сегодня мы говорим о профиле здоровья столицы республики. Чебоксары – столица республики. В ней проживает почти 480 тысяч человек. Здесь работают 27 медицинских учреждений. По статистике, горожане больше всего страдают заболеваниями, болезнями органов дыхания – 22,7%. На втором месте – болезни органов кровообращения – 12,7%. На третьем месте – болезни мочеполовой системы – 10%. Далее идут болезни глаза – 8,1% и болезни органов пищеварения – 7,9%. Жизнь в столице имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это комфорт, удобство, развитая инфраструктура, гарантированная занятость. С другой – стремительный ритм жизни, неприходящий стресс, синдром хронической усталости, а еще загазованный воздух, постоянные автомобильные пробки. Мы поздно приходим домой, редко высыпаемся. От этого и неполадки в здоровье, появление хронических заболеваний. Эксперты Всемирной организации здравоохранения придерживаются мнения, что наше здоровье только на 10-15% зависит от медицины. Все остальное – это наш образ жизни. Очень сложно менять психологию людей, годами заточенных на мысль, что вот с его-то здоровьем все будет в порядке, и ни к чему заниматься спортом, пытаться есть здоровую пищу и соблюдать кучу никчемных медицинских рекомендаций. Так думают большинство людей, и эти стереотипы приходится менять медикам. Уже пять лет в столице республики действуют шесть центров здоровья. Открыты они при медицинских организациях с целью определить у жителей нашей республики те факторы риска, которые могут привести к развитию заболеваний, обучить практическим навыкам оздоровления. Пройти обследование здесь может любой житель нашей республики. В основном это люди, которые интересуются своим здоровьем, то есть пришли к нам самостоятельно, и люди, которых направил участковый врач после прохождения диспансеризации. Основная задача центров здоровья – это выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и информирование населения об них. Человек, проходя обследование в центре здоровья, в считанные минуты узнает о состоянии своего сердца, об уровнях холестерина и сахара в крови, о составе жира, воды, мышц в организме, о дыхательной функции, узнает свое внутриглазное давление, состояние полости рта и глотки. Если выявлен какой-то фактор риска, например, высокий уровень холестерина в крови, врач объясняет, к чему это может привести и как избежать развития заболевания. То есть прописывает ему специальный режим питания, прописывает режим физической активности и через какое-то время приглашает на повторное наблюдение в центре здоровья. Наш центр здоровья предназначен в основном для людей, которые сегодня не жалуются на состояние своего здоровья, считают себя абсолютно здоровыми, могут за короткое время обследоваться и узнать, нет ли у них каких-либо предпосылок для развития заболеваний в будущем. Проходя обследование, они получают заключение о состоянии здоровья и получают индивидуальную рекомендацию по сохранению здоровья в будущем. И если выявлены факторы риска, то их ликвидации. Задача наших специалистов выработать мотивацию посетителя к ведению здорового образа жизни, заинтересовать их за наблюдением своего здоровья, не допустить развития каких-либо хронических заболеваний, если для этого есть сегодня какие-то предпосылки. За пять лет свои паспорта здоровья получили более 250 тысяч человек, а это значит, что какая-то часть из них начнет жить по-новому и будет придерживаться правил здорового образа жизни. Говоря о профиле здоровья, в первую очередь мы вспоминаем о работе первичного поликлинического звена, на него ложится основная нагрузка. Врачи общей практики – это, по сути, семейные доктора, знающие всю историю болезни ни одного поколения. Евгений Радович работает в Центральной городской больнице уже 18 лет. В центре ее заботы 650 семей, живущих в центре Чебоксар. Основная задача нас, докторов, врачей общей практики – это профилактическая направленность, профилактическая работа с пациентами. Это в плане того, что мы проводим профилактические осмотры, диспансеризацию населения. Приглашаем на флюорографическое обследование. У нас все женщины проходят маммографическое исследование для того, чтобы на ранних стадиях выявлять заболевания молочных желез. У нас также существует скрининговое обследование для выявления онкопатологии на ранних стадиях. И мы занимаемся вакцинопрофилактикой для того, чтобы население уже не болело и не было таких эпидемий гриппа с большим числом заболевших лиц. Нам легче профилактировать заболевание, чем его лечить. Бывает так, что молодые люди, они чувствуют себя прекрасно, они обращаются к докторам, и на самом деле у них бывают цифры повышенного давления. И на таких профосмотрах, например, мы выявляем повышенное давление или по проведению диспансеризации. И с такими пациентами мы начинаем работать. В плане того, что мы обследуем пациента, направляем его на дополнительные какие-то диагностические исследования и выставляем уже диагноз. Диспансерных больных у меня где-то 670 человек. Большая часть из них это пациенты с сердечно-сосудистой патологией, то есть это больные с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью сердца. Как и во многих поликлиниках, здесь работают школы здоровья по разным профилям заболевания. При обучении в школах здоровья пациенты не только узнают о своем заболевании, особенностях питания, двигательной активности, но и обучаются приемам самопомощи в экстренных ситуациях, принципам лечения для продления активного долголетия. Сегодня во всем мире доктора борются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Их называют угрозой века. Не случайно этот 2015 год стал годом борьбы с ними. По статистике, от болезни сердца страдают 31,5% жителей республики. Главный врач республиканского кардиодиспансера Татьяна Мизурова считает, что основное внимание надо уделять диспансеризации населения. Каждый житель должен знать свое артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Очень важно сегодня, в год, 2015 год, год, который объявлен президентом Российской Федерации годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, очень важная проблема это информированность населения о факторах риска, на которые человек может сам повлиять и предотвратить развитие заболеваний сердца и сосудов. Еще раз хочу сказать об этих факторах риска, о тех, которые мы должны знать и которые должны придерживаться. Это, в первую очередь, питание, это умеренные физические нагрузки, это отказ от курения, достижение целевого артериального давления, целевого уровня холестерина. И если человек страдает сахарным диабетом, то поддержание определенного уровня сахара крови. И сегодня каждый человек, а в 2015 году мы будем очень активно работать с населением по информированию его об этих факторах риска и влиянию на них. И работа с населением будет отличаться, потому что понятно, что есть пациенты старших возрастных групп, они имеют определенные заболевания сердечно-сосудистой системы. И с этим пациентом мы будем выбирать определенные формы работы. И в то же время есть молодые люди, подростки, школьники, с которыми необходимо выбирать совершенно другие формы работы. Прежде всего, это ознакомить их с определенными факторами риска. Они должны сегодня, молодые люди сегодня должны уже знать о том, как питаться, как двигаться. И для этого у них сегодня есть все возможности. И организовать свое питание, и организовать свой отдых, и, естественно, контролировать уровень артериального давления, уровень сахара. А мы сегодня говорим о первичной профилактике. Когда человек еще здоров, и он должен сегодня, любой здоровый человек, и молодой человек, и уже 18 лет, человек должен знать, какое у него давление, какой у него уровень холестерина. И нормы здесь не существует, потому что любая возрастная группа, любое фоновое заболевание может приводить к разному уровню. Индивидуальный подход к каждому человеку. Это очень важно, потому что каждый человек имеет определенную наследственность, определенный возраст, определенное сопутствующее заболевание. Естественно, подходы к каким-то факторам конкретным у данного человека будут разными. И рекомендации врача могут быть совершенно разными. В республике уже третий год подряд проводят диспансеризацию по определенным возрастным категориям. Регулярно организовываются дни открытых дверей. Медики уверены, чем раньше человек узнает о возможных рисках, тем тщательнее будет заботиться о своем здоровье. Так можно предупредить серьезные осложнения, а иногда и спасти жизнь пациента. Ради справедливости надо сказать, что столичные власти уже давно начали формировать профиль здоровья города. Еще в 2004 году чебоксары вошли в российскую национальную сеть здоровые города, а в 2006 году в европейскую. Буквально в прошлом году в столице создан Координационный совет проекта. Сам Координационный совет у нас был создан в прошлом году, создан 25 июня. Его основная задача была как раз в том, чтобы совет продолжал развивать сам проект «Здоровый город». В Координационный совет у нас сегодня входят и представители Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Министерства спорта, Министерства образования, безусловно, наши депутаты, руководители структурных подразделений. Потому что сам проект «Здоровые города» в основе его лежит межведомственное взаимодействие и формирование перспективы создания условий для здорового образа жизни наших горожан. У российских городов, которые участвуют в этом проекте, у всех есть свое лицо. У всех есть тот проект, который они развивают, и своей визитной карточкой, свой имидж. Ну и, безусловно, здесь, для города Чебоксара, этот проект стал, это занятие спортом на свежем воздухе. Сюда можно уже добавить и то, что впервые в прошлом году в рамках форума в России именно в Чебоксар стартовал Международный день ходьбы. Здоровый образ жизни столичные власти решили формировать системно. Начали с детей, вплотную занявшись организацией здорового питания в садиках и школах, переоборудовали столовые, пищеблоки, сформировали меню в соответствии с рекомендациями диетологов, затем организовывали массовую утреннюю зарядку. Ежегодно эта акция собирает десяток тысяч жителей. Зарядка со звездой установила даже европейский рекорд, собрав в 2013 году 30 тысяч человек. Теперь комплекс упражнений на воздухе стараются делать в летнее время в парках и городах. Еще один шаг, сделанный совместно с Республиканским здравом, прогулки с врачом. Каждую неделю доктора-специалисты совершают прогулки по заливу, вместе с жителями давая одновременно консультации по профильным заболеваниям. Следующее звено создание велодорожек вдоль основных магистралей. Чебоксары все больше становится спортивным городом. Беспроигрышным вариантом борьбы с гиподинамией стало и решение администрации столицы установить во дворах спортивные комплексы. Они не пустуют весь день. По очереди там занимаются пенсионеры, школьники, маленькие дети вместе с родителями. Эффект поразительный. Я считаю, что эта площадка интересна для детей разных возрастов. Здесь есть и горки, подобранные по возрасту детей с учетом их особенностей. Здесь и взрослые найдут интерес для себя, различные занятия. Здесь можно взрослым родителям посидеть и подождать своих детей. Я считаю, что очень удобное размещение площадки. Детские площадки для детей и еще вот это упражнение делать очень нравится, спортивное. А вы сами упражнения любите? Да, я каждый день хожу, по три раза даже. Очень хорошо даже. Меня внук тоже очень любит. Мы гуляем на этой площадке часто и нам нравится, как тут все устроено, что на площадке чисто. На межрегиональной конференции «Здоровое городское планирование. Основа качества жизни населения» столица презентовала новый информационный буклет «Профиль здоровья города Чебоксара-2014», в котором собрано мнение жителей о здоровье и качестве жизни. Такие исследования продолжаются, чтобы регулярно корректировать критерии, по которым чебоксарцы определяют комфортную среду обитания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова